Привет, всем из Токио! Сегодня очередное бьюти-видео. В этом видео я вам хочу показать уходовые средства от разных японских марок. Это Канеба, Доктор Щейрабо и Косе. Перед тем, как начать видео, давайте уже, наверное, по традиции я накрашу губы помадой. Новые помады, новинка от японской марки Сенсай. Самая шикарная линейка The Lipsting обновилась у них полностью. И давайте я накрашу сегодня своим самым любимым оттенком номер 14. Называется он Сузуран Ньют. Цвет очень нежный. Это розово-бежевый, нюдовый, светлый оттенок. Приятный повседневный цвет. Я думаю, понравится многим. Помада с нежной, шелковистой текстурой. Здесь входит настоящий шелк, королевский шелк Коиши Мару. Это основной ингредиент марки Сенсай. Входит во все средства и также в эту помаду. В линейке всего 15 цветов. И это самый-самый светлый, самый такой вот нежный оттенок номер 14. Специально антивозрастная формула технологии шелка. 100% шелковая пудра для гладкости и ощущения шелковитости на губах. Увлажняющий комплекс из экстракта мякоти абрикоса для мягкости и гладкости губ. Экстракт Юзу. Это японский цитрусовый для хорошего цвета губ. Очень приятная текстура, очень мягкая, нежная, но при этом цвет достаточно насыщенный. Сначала я хочу вам показать ароматную новинку для тела. Это пудра от Канебо. Она продается только в Японии и называется Milano Collection 2019 года. Канебо один раз в году под Рождество выпускает лимитированную пудру для лица. Я вам ее показываю. Вот такая вот красавица 2019 года Milano Collection. А летом один раз в году выходят пудры для тела. Они из одной коллекции 2019 года. Выпускаются они уже много-много лет. Каждый год дизайн меняется. Это пудры все с ангелами и каждый год они разные. Пудра для тела ароматная. Очень приятный запах у нее. Отвенчивается вот так вот крышечка одним движением. И внутри есть пуховка. Она очень-очень мягкая и приятная к телу. С белой лентой, золотыми надписями Milano Collection. Пудра производства Японии. Входит в нее 30 грамм. И защита от солнца SPF 20 PA++. То есть защита от солнца и от UVA лучей, и от UVB. Я сейчас немного автозагорелая. Но тем не менее пудра не оставляет никакого налета. Она белая по цвету, но она абсолютно прозрачная при распределении. Вот такая вот легкая-легкая вуалька. Оставляет на коже очень приятный нежный аромат. Конечно, приятно пользоваться, особенно с жарким летом. Наносить на тело. И аромат достаточно стойкий. Для пудры держится несколько часов. В аромате ноты лимона, зеленого чая, молочного персика, роза, жасмин, белый мускус, сандавуд, амбра. У меня уже была один раз пудра тоже от Kanepa Milano Collection для тела. Несколько лет назад я покупала и пользовалась с огромным удовольствием. Аромат в этом году очень приятный, нежный. Прекрасно подойдет даже для лета, для жаркого климата. Не навязчивый, не слишком сладкий. Приятный, освежающий аромат. Закутывая этой нежной дымкой. Также на ощупь очень кожа становится мягкая, приятная. Особенно летом, когда жарко, когда на коже появляется такая липкость. Очень приятные ощущения. Дизайн, конечно, потрясающий. Milano Collection. Такие красивые пудры. Мятный цвет используется в этом году. Как пудра для лица, так же и пудра для тела. Либристая крышечка. 3D изображение. Внутри под стеклом есть рисунок. И на стекле сверху тоже есть выпуклый рисунок, который покрыт золотом. Внутри ангел. Он не выпуклый, он находится как будто под стеклом. Упакована пудра в такой вот коробке и прилагается пуховка. Дальше давайте покажу вам новинки из международной линейки. Это средство, которое продается во всем мире от японской марки Kanabo. В России вы его можете найти в магазинах Riffgosh. В Kanabo вышла потрясающая новинка. Она очень популярна в Японии. Это высокотехнологичная новинка. Защитный крем от солнца с самой мощной защитой SPF 50. И так же осветляющая сыворотка для лица, то есть против пигментных пятен. Средства упакованы вот в такие вот коробочки металлического, лавандового, нежного цвета. Защитный крем в тюбик входит 60 мл. Производство Японии. Защита от солнца SPF 50 и PA 4+. То есть здесь защита самая мощная от загара 50. PA 4+, это защита от фотостарения. От UVA лучей. Я думаю, что о вреде солнца все наслышаны. О старении кожи. О том, что это очень-очень вредно. Но многие, к сожалению, даже сейчас не знают, что солнечные лучи проникают сквозь стекло. Например. То есть если люди не лежат на пляже, а просто едут на машине. Или, предположим, работают в офисе около окна. Они считают, что не нужно использовать защиту от солнца SPF. Это очень печально, потому что самые агрессивные, самые вредные для кожи излучения, это именно UVA лучи. И они проникают через стекло. Вызывают морщины и фотостарение. Японская защита от солнца, санскрина. Они самые популярные в мире. Они самые высокотехнологичные. Вот уже несколько лет выпускаются очень хорошие средства. Особенно, конечно, в люкс-марках, в дорогом сегменте. Безвредные не проникают в кожу. И даже при такой мощной защите, самой высокой SPF 50, они не оставляют белого налета на кожу. Это сейчас такие вот современные технологии. И чем еще необычен этот крем, что это не только защита от солнца, защита от ультрафиолета, UVA и UVB лучей. Но также от излучения синего цвета. То есть от компьютера, предположим, от телефона, защищают кожу от этих лучей. Также от загрязняющих атмосферу частиц, которые являются главной причиной фотостарения и образования темных пятен. Загрязняющие частицы в некоторых странах бывают и осадки с песком, с мелкой пылью, с мельчайшей, которая проникает даже в поры, в кожу. Этот вот крем защищает от всех абсолютно загрязнений. И также он водостойкий. У него очень высокая степень водостойкости. Предотвращает сухость, вызванную именно UV лучами. Удобный флакон, естественно. Все сделано очень красиво. Посмотрите, какая текстура. Белый изначально. И когда вы его начинаете растирать, он становится абсолютно прозрачным. Не оставляет белого налета и создает экран, который отражает солнце. Это мультисредство. Это защитный крем. Это ухаживающий крем. И плюс это база под макияж со свечением. С очень красивым сиянием. Посмотрите, как красиво отливает кожа. Я думаю, вам должно быть видно. Здесь нет абсолютно никаких блесток. Не видно мелких отражающих частиц. Но кожа приобретает немного такой жемчужный отлив. Вот какой-то вид от полированной кожи. Это очень красиво смотрится. Нанося средство под макияж. Конечно, можно использовать самостоятельно на отдыхе. Так как здесь и очень мощная защита от солнца. И также он водостойкий. Он не смоется водой. И если будет выразделяться кожный жир, вы будете потеть. То же это средство не смоется с вас моментально. Предотвращает образование темных пятен. Превосходно увлажняет. Удерживает влагу в коже. Улучшает защитные функции кожи. Можно использовать для лица. Также для тела. Предположим, на плечи, на грудь. Наносять очень красиво летом. С такой вот подсветкой. Рекомендую использовать женщинам для придания вот такого холеного вида. Уход за кожей прекрасно на летний сезон. Не нужен даже никакой крем. Если очень сильно сухой климат или очень слишком сухая кожа, после очищения кожи можно нанести лосьон, сыворотку и на нее вот этот вот крем. Особенно в летний сезон. Сейчас солнце, конечно, очень мощное. В зимний сезон, конечно, тоже нельзя расслабляться. Лучи солнца отражаются от снега. Зимой тоже нужно использовать SPF защиту. А в солнечные дни и особенно в горах. Также давайте поговорим немного о том, как смывать средства с такой вот мощной защитой от солнца. Желательно смывать вот такие вот средства гидрофильным маслом. Либо бальзамами очищающими, кремами. Те, которые на масляной основе, которые удаляют макияж. Так вы удалите полностью SPF защиту. Очень приятный нежный аромат. Аромат прохлады, расслабляющий, ненавязчивый. Вот такая вот очень актуальная новинка к лету. Вам рекомендую очень хорошее средство. И второе средство новинка. Это осветляющая сыворотка. Выравнивает тон кожи, восстанавливает прозрачность и здоровое сияние. Белый с серебряным цветом флакон. И входит в него 50 мл. Также производство Японии. Канебо все средства производства Японии. Хороший здесь дозатор. Очень-очень удобно им пользоваться. Она белого цвета, но прозрачная, естественно. Абсолютно прозрачная при нанесении. Сыворотки обычно используются либо сразу после очищения кожи, либо после использования легкого тоника и лосьона. И сверху обязательно закрываются кремом. Либо легкой эмульсией. В Японии очень много легких эмульсий. То есть, крем он существует в двух типах. Это либо более облегченная эмульсия, либо это крем для более сухой кожи. Проблема пигментных пятен стоит очень у многих. В Японии принято пользоваться именно в летний сезон. Отбеливающими средствами. Ухаживать за кожей. А не ждать, пока на ней появятся пигментные пятна. То есть, вот такая мощная защита от солнца. И также сыворотка отбеливающая. Рекомендует использовать сыворотку два раза в день, утром и вечером, под крем, два нажатия на помпу. Осветляющая сыворотка с технологией тройного действия. Помогает коже активировать собственные внутренние силы для восстановления прозрачности, здорового ровного тона и сияния кожи. Легкая освежающая текстура. Она здорово смягчает кожу. И является сама по себе уже ухаживающим средством. Достаточно увлажняющим. С легким ароматом прохлады. Устраняет тусклость и способствует улучшению здорового ровного тона лица. Входят разные экстракты, листьев шалфея, гвоздики. Особенно актуально использовать, конечно, после воздействия UV лучей. Но в Японии обычно не ждут, когда появятся темные пятна на коже. Все пользуются SPF защитой очень мощной. И использовать начинают уже весной, летом, осенью. Постоянно отбеливающие средства. Также обещала вам показать маски, которые я пробовала в последнее время. Очень мне понравилась вот эта вот маска от марки Косе. И еще одна маска от марки Косе. Но она мне понравилась намного меньше. Но давайте вкратко расскажу вам. Вот эта вот новинка, которую я вам показывала во влоге из самолета. Мне очень понравились эти маски. Здесь в коробке входят три штуки. Они есть трех типов, эти маски. Вот такие вот красивые пакетики. Они полупрозрачные. В маску голубого цвета входит экстракт зеленого чая Гёкуро, витамин С, бузиник. Маска лавандового цвета с гиалуроновой кислотой, экстракты сакуры и граната. Желтая с кулагеном, экстрактом шелка, рисом. Все маски без спирта, без алкоголя, без красителей, без парабенов. Рекомендуется для чувствительной кожи, подверженной стрессу. Для уставшей кожи очень успокаивающая. Она действительно подойдет даже для очень чувствительной кожи, без алкоголя, успокаивает кожу по ощущениям. Очень освежающая. В то же время она абсолютно не липкая. Ее можно использовать под макияж. Я делала как раз ее в самолете. Сверху нанесла легкую эмульсию и сверху наносила уже макияж. То есть абсолютно ничего не скатывалось. И она не была слишком такой вот липкая, жирная и насыщенная. Но в то же время очень здорово освежала. Входило три маски. Я сделала две. У меня осталась еще одна. Поэтому буду покупать обязательно еще. Мне понравился вот этот вариант. В каждой маске входит 27 мл эссенции. Ее нужно прикладывать на очищенную кожу лица на 10 минут. После этого, как я уже сказала, смывать ее не нужно. Нужно вбить эссенцию в кожу и сверху нанести легкий крем по типу кожи. Если сухая кожа, то можно крем нанести. Если кожа комбинированная и жирная, то какое-то легкое увлажняющее средство. Будет достаточно эмульсии. Хорошая мягкая ткань используется. Мне очень понравился тот вариант маски. И второй вариант маски, он для сужения пор. Она вот такого черного цвета. Попробовала две маски. Здесь всего в коробочке входит 5 штук. 20 мл эссенции входит в каждой. Маска, да, она на самом деле вот такого черного цвета. Очень необычно, интересно. Возможно, для сужения пор она действительно будет работать. Мне показалось, она не очень как-то вот хорошо так увлажняла кожу. Конечно, вот этот вот вариант, он намного-намного лучше в этом плане. Если вам нужна именно маска для увлажнения кожи, то я рекомендую все-таки вот эти. Она тоже считается как увлажняющая маска, сужающая поры. Из увлажняющих компонентов здесь входит термальная вода, глицерин, экстракты японских лекарственных растений. Эта маска, она как бы немного подтягивает поры, укрепляет их, и поры зрительно кажутся меньше. Возможно, эта маска подойдет для жирной кожи. Она очень легкая, водная. Мне вот этот вариант не очень понравился, но у меня, в принципе, не расширенные поры, и кожа у меня нормальная. Летом у меня ближе к комбинированной коже, а зимой ближе к сухой коже. В Японии зимой очень сухой климат, летом он очень жаркий. И также всю косметику я тестирую, конечно, обязательно в разных странах, и в европейском климате, и в московском климате. В Москве я тоже делала после перелета вот эту вот маску. Действительно, очень увлажняющая, делает кожу такой прозрачной, красивой. Очень хороший вариант. Рекомендую вам. Шоке, как всегда, оставлю под видео. Эти маски нужно делать несколько раз в неделю. То есть, это не такие маски, которые используются каждый день. Те маски, которые предназначены для ежедневного использования, я думаю, может быть, вы когда-то видели, в они в больших упаковках находятся. Обычно их нужно использовать каждый день, вместо ухода за кожей. У них более легкий состав. Он состоит в основном из просто обычного лосьона. Здесь вот в таких вот масках, которые упакованы в коробках, это более насыщенные маски с более мощным составом. Их обычно делают 2-3 раза в неделю. Дальше хотел показать вам средства от Доктора Щилабо. Это очень известная японская марка. И это три одинаковых, практически одинаковых средства. Видите, один у меня закончился. И вторым я сейчас пользуюсь уже половинкой. Мне очень понравился вот этот вот лосьон. Это лосьон эссенция. То есть, здесь совмещено 2 в 1. Сыворотка и увлажняющий лосьон тоник для лица. Два варианта. Те, которые прозрачны, они упакованы в такую вот оранжевую коробку. Они из серии 100. Очень популярные средства. В Японии они получили косметическую премию. Такая здесь упаковка. Это пластик. Но сделано очень-очень все красиво. Красиво, удобно, в принципе, для перевозки, конечно, пластик. Жидкая она текстура. Но она имеет немного текстуру эссенции. То есть, немножко вот такая вот скользкая. Но при этом не липкая. Очень здорово увлажняет кожу. И она подойдет даже для чувствительной кожи. Так как здесь нет в составе спирта. Сейчас у меня немного чувствительная кожа. Особенно весной, в начале лета. Немного раздражается, если в составе есть спирт. Если у вас очень чувствительная кожа, я вам рекомендую вот этот лосьон, который я вам рекомендовала уже до этого. Называется он Heave Meat. Это другая совершенно фирма. Называется она Kobayashi. Это марка, которая выпускает лекарственные средства в Японии. И эти средства, они с керамидами, с церамидами. Запатентованные церамиды, что гата церамида. Я пробовала другие средства с церамидами от другой марки. Но мне понравилось намного меньше. Здесь вот запатентованная формула. И она действительно очень действенная, предназначена для людей с чувствительной кожей. Проведены разные тесты на раздражение и нажжение кожи. Очень-очень мягкий, очень деликатный кожа. Работает на верхний слой эпидермиса. То есть, если он поврежден, если у вас шелушение, верхний слой как-то раздражен. И вы наносите косметику, а она еще больше раздражает кожу или не проникает в кожу. Попробуйте вот этот вот лосьон. И также там есть в линейке крем. Очень хороший для чувствительной кожи. Косметика абсолютно без запаха, без вредных ингредиентов. И в этот раз я попробовала доктор Силабу. Тоже очень хороший мягкий лосьон. Здесь приятный аромат сладкого апельсина. Поднимающее настроение. И также вот такая вот красивая упаковка. Против пигментации с витамином С. Очень увлажняющий. Выравнивает цвет лица. Содержит суперэффективную формулу. Витамина С. Сужает немного поры и осветляет цвет лица. Усиливает упругость кожи. Также содержит EGF. Помните, я вам рассказывала. Это эпидермальный фактор роста. Сейчас пользуюсь второй уже у меня флакон. Это очень концентрированная сыворотка из линейки С100. Тоже вот доктор Силабу. Который добавляется в обычный уход. EGF это эпидермальный фактор роста, который позволяет коже обновляться намного быстрее. Вот в этой эссенции лосьони тоже входит эпидермальный фактор роста. Клетки обновляются быстрее. Фуллерен сильнейший антиоксидант. Обладает также противовоспалительным эффектом. Уменьшает пигментацию, делает цвет кожи лучше. 19 видов аминокислот, ячейки слоты. Хорошая вода, глубоководная, морская, богатая минералами. Не содержит никаких искусственных красителей, ароматизаторов, парабенов, спирта, минерального масла. По плану лосьоны, сыворотки, они не используются на ватные диски. Вы просто наливаете на руки и распределяете по коже лица, немного можно вбивающими движениями. И сверху обязательно все лосьоны, все сыворотки мы закрываем кремом, либо легкой эмульсией. Три вида гиалуроновой кислоты, три типа коллагена, увлажняют кожу. Фруктовые кислоты, яблочная кислота, молочная, гликолевая кислота. Удалят мертвые клетки и кожа становится более свежей, более молодой. 150 мл в флаконе. И вот такой вот вариант еще есть, он немного подороже. Та же самая линейка, тот же состав, он более концентрированный вот в этом вот средстве. Я вам оставлю ссылку и на этот, и на вот этот лосьон по текстуре. Они в принципе особенно сильно не отличаются, которые более концентрированы. На нем написано еще плюс спешл. Здесь не прозрачный флакон, прозрачные флаконы вот такие вот. По ощущениям это-то другое, очень хороший, но состав вот здесь вот написан более концентрированный. А также попробовала еще в миниатюре тоже от доктор Щилабо из этой же самой линейки. Это средство для удаления макияжа с нагревающимся эффектом. Сейчас очень популярно в Японии, сейчас много выпускается разных средств. Но в основном чем они мне нравятся меньше, что ими нежелательно смывать косметику с глаз. Потому что они очень могут сильно щипать глаза, раздражать глаза. Вместе с такими средствами лучше использовать отдельно какое-то средство для удаления косметики именно с глаз. Предположим, двуфазное. Но чем оно хорошо, то что оно обладает нагревающим эффектом. Вы его наносите на кожу лица, кожа нагревается, соответственно открываются поры и выходит загрязнение. Очень эффективно очищает поры. Выравнивает даже тон кожи, осветляет кожу немного и сужает поры. Это средство мне очень понравилось. Оно не сильно щипит глаза, я попробовала его над глаза так же. Но если очень чувствительные глаза, то возможно лучше использовать что-то другое для снятия косметики с глаз. Используется оно так же, как и любое гидрофильное масло, любые средства для снятия косметики. На сухую кожу, сухими руками наносите на лицо, массируете немного. Кожа становится горячей, особенно этот эффект ощущается, если использовать ее в ванной. Но если вы используете в ванной, соответственно вытрите руки и вытрите лицо, чтобы оно не было влажным. Наносить нужно именно на сухую кожу. Массирующими движениями лицо сильно нагревается и потом вы просто смываете это водой. Прекрасно удаляет макияж, очищает очень хорошо. И здесь тоже приятный очень аромат цитрусовых сладкого апельсина. Мне очень понравился. Это средство тоже с высокоэффективным витамином С. Является быстродействующим. Стимулирует выработку коллагена. Улучшает эластичность. В ней также входит масло, масло жужуба, оливковое масло, авокадо для увлажнения кожи. Извозка Японии. Очень популярная сейчас марка Доктор Силапу. Давайте покажу вам еще раз вот эту вот эссенцию. Очень-очень концентрированную. Я сейчас открыла второй флакон. К каждому флакону обязательно прилагается вот такая вот крышечка с пипеткой. И в маленьком размере, и в большом. Также оставлю вам внизу под видео ссылку, где это можно купить. Очень эффективная концентрированная линейка. Называется она Супер 100 серия в Доктор Силапу. Вот это вот средство на мне действует безотказно. Буквально через неделю после использования кожа становится прозрачной, очень красивой. Стоит его просто добавлять в свой уход. ИДЖФ это антивозрастной компонент. Считается один из самых эффективных для антивозрастного ухода. Способен замедлить процессы старения, обновляет кожу. Упругость, плотность, уменьшает морщины. Делает кожу более свежей, более отдохнувшей. Особенно прекрасен, когда кожа уставшая, после перелетов, после стресса. В целом очень освежает, омолаживает кожу. ИДЖФ это вид полипептидов, регулирует рост и деление клеток. Нужно использовать одну-две капли и смешать, предположим, вот с таким вот тоником, либо с легким увлажняющим средством. Также можно нанести тонким слоем на чистую кожу. И сверху уже нанести свой уход. Крем, эмульсию. Заранее смешивать нельзя, нужно смешать именно перед использованием. Здесь вот такая вот пипетка, просто капаете вот так вот две капли на руки, смешиваете с средством или не смешиваете, наносите просто тонким слоем. Очень эффективная сыворотка молодости, настоящая находка. Также можно ее смешать, например, вот с таким вот гелем. Я тоже попробовала в пробнике, это очень известный продукт. Это средство все в одном. И лосьон входит уже эссенции лифтинг, как в коллаген гель, коллагеновый гель. Для летнего использования, в принципе, мне такой вариант подходит, но я привыкла, конечно, к более тщательному уходу. Я привыкла все-таки использовать лосьон, сыворотку и крем. Именно в такой вот последовательности. Здесь это средство более легкое. Достаточно хорошо увлажняет, питает кожу. Для тех, кто не хочет использовать много средств, для тех, у кого нет времени, в принципе, можно использовать. Они продаются в большем, конечно, объеме. Ненавязчивый легкий запах, консистенция гелевая. Он очень хорошо быстро впитывается и оставляет кожу гладкой. Он не очень сильно такой вот питательный и жирный. Я думаю, что он подойдет для комбинированной и даже для жирной кожи. Я думаю, это хорошая вещь. Также, я думаю, можно и мужчинам, конечно, использовать, как вот такое вот мультисредство, чтобы не использовать и лосьон, и сыворотку, и кремку, и вот легкое средство. Но если у вас сухая кожа, даже если она нормальная, предположим, в зимний сезон, этого будет недостаточно. То есть, здесь, конечно, нужно еще крем. Но средство очень хорошее, оно очень освежающее, и кожа сильно не пересыхает. Она достаточно хорошо напитывается. Вот эта линейка Супер 100 серия в Доктор Силабо, она очень популярная и она очень концентрированная. То есть, она именно смешивается с кремами. Также у меня есть еще сейчас два вот таких вот варианта, но я пока не открывала. Сейчас пользуюсь вот этими. Буду пользоваться потом. Одна из них, это наиболее популярная тоже Супер 100 серия. Называется Мега ИДФ. И она очень-очень концентрирована. Здесь нужно одну маленькую капельку. В одну сыворотку здесь 47 миллилитров. Входит очень много вот таких вот ИДФ. То есть, это обычный эпидермальный фактор роста ИДФ, а это очень концентрированный. По цене, если считать количество входящего в состав, то вот это вот очень выгодная покупка. Я тоже хочу попробовать более концентрированный вариант, когда закончу свою. И вот такой еще вариант, очень популярный. Многим нравится тоже Супер 100 серия Доктор Сирабо. И это Мега Плацента. Входит морская плацента. Салмон, это лосось, да, по-моему, по-русски. И плацента из икры. Вот такие вот очень эффективные сыворотки молодости. Они, конечно, кожу очень преображают. Главное, постоянно им им пользоваться. Два раза в день, хотя бы один раз. Вот такие вот средства я вам хотела показать. Также у меня есть еще один лосен, но тоже еще не успела его попробовать. Когда у меня закончатся вот эти вот лосьоны, я попробую тогда этот лосен. Давайте откроем, посмотрим. Это тоже Доктор Сирабо, но это более дешевая линейка. Недорогая. Вот такой вот лосьончик. Симпатично тоже, в принципе, выглядит. И это лосьон для лица с сужающей порой. То есть, скорее, дойдет для комбинированной, возможно, даже для ожиренной кожи. У кого расширенные поры. Это более дешевая линейка, Labu Labu, она называется Super Keana. Keana – это пора по-японски. Лосьон именно для пор. Очищающий лосьон, который устраняет все проблемы с порами. Угри, расширенные поры. Осветляет темные точки. Я думаю, что да, скорее, это, конечно, вот для комбинированной и жирной кожи. Но на жарком климате летом, я думаю, как раз я его попробую. Потому что у меня кожа на этой зоне достаточно сильно жирнится летом. Молочная кислота, яблочная кислота очищают кожу, удаляют отмертвевшие клетки, экстракт шиповника, артишока от избыточного выделения себума кожного жира. Гиалуроновая кислота и коллаген. Поэтому он, естественно, и увлажняет кожу. Попробую лосьон и потом вам расскажу более подробно. А вот эти вот средства мне очень-очень понравились. Пишите обязательно в комментариях, что вы пробовали из ухода. Японские средства, какие вам нравятся. Я вам часто показываю разные на канале, то, что пробую сама, что мне понравилось самой. И всегда честно вам рассказываю, что мне понравилось, что мне не понравилось, что мне понравилось меньше. Так же, брат, у вас комментарии. Прощаюсь со всеми. До свидания из Токио.